Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. В городских квартирах состоялись съемки очередного ток-шоу. Присутствовали звездные гости, а также в гости приходили бывшие участницы Либердж Кпадону, Ирина Агибалова и Элина Камирен. Элину не звали, она пришла сама и сидела с участниками, а не с гостями, потому что места на Олимпе для нее не было. На ток-шоу обсуждали следующие темы. Поговорили об отношениях Глеба Жемчугова и Оли. Как вы помните, Глеб улетает на Сейшелы отдохнуть от семьи, Оля не против и все ребята считают, что такое положение дел доведет семью до развода. Также поговорили об отношениях Игоря Трикубенко и Эллы Сухановой. Оказывается, Игорь уже сомневается, действительно ли Элла та самая девушка, с которой он готов идти по жизни до конца. Он думал, она изменилась, а она все так же ревнует и скандалит. Также на ток-шоу обсудили конфликт Вики Романец и Андрея Черкасова. На экране показали видео нарезку драки и в ролике было видно, как Вика вылила на Андрея крем, он схватил ее за волосы, намотал их на кулак и стал таскать ее по полу. Все участники сочувствовали Вике, кроме Жени Кузина. Самого Андрея Черкасова не было на ток-шоу, как вы помните, он находится в Германии. Там тоже имеются поклонники телепроекта, они пригласили его провести праздник. А на днях к Андрею придет девушка, та самая, с которой он обещал свадьбу в июне. Она танцовщица на пилоне, работает в солярии. Саша Артемова покидает проект, но временно. Она улетает на сессию в Краснодар на две недели. Саша Харитонова проводит время с Саидом Нигматулиным. Преподаватель выкладывает совместные снимки и пишет, украл Харитонову на традиционную пятничную мафию. Глеб Жемчугов рассказал, что его жена Оля устала и хочет уйти с проекта. Он пишет, она считает дни от выходного до выходного. Все люди на работе устают. Однако это не повод постоянно об этом говорить. Надо менять свое отношение к этому. А Оля, привыкнув к материальным благам, стала забывать, как было до этого. Вика Романец собирается на Сейшелы. Как вы помните, она будет продолжать съемки клипа с Семеном Фроловым, которые были прерваны из-за того, что Вика ломала ногу. Она пишет, ну что, котята, собираюсь в чемодан на Сейшельские острова. Сразу говорю, скучать ни за кем не буду, потому что очень хочу к океану и к лесковец. Оле Рапунцель. Организаторы дали последний шанс, чтобы она изменилась. Она достала всех своими истериками. Рапунцель пишет, мне стыдно за мое поведение. Я не буду больше плакать и истерить. Я буду нежной и женственной. Буду все переводить на улыбку, ведь кто-то может влюбиться в мою улыбку. Колян Должанский проводит время со своей запроектной девушкой Катей Богдановой. Катя рассказывает, гуляем с Коленькой по центральным улицам Москвы. Коля привел меня в ресторан. Я слежу, чтобы он не пил, со мной не пьет. Также Катя мечтает о профессиональной совместной фотосессии с Коляном. Она пишет, можно даже в эротическом стиле, как Коленька любит. Все по его задумке будет. Я на все соглашусь, потому что люблю Коляна. Настя Лисова берет уроки вокала, одновременно рекламирует эту музыкальную школу. Она очень хочет научиться петь. И преподаватель Лисовой говорит, что у Насти шикарный тембр голоса и у нее все получится. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!